Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Эта функция возвращает среднее значение аргументов. Суммируя их и выводя среднее арифметическое. Давайте рассмотрим синтаксис функции сразнач. Число 1 – обязательный аргумент. Первое число – ссылка на ячейку или диапазон, для которого требуется вычислить среднее значение. Число 2 – необязательный аргумент. Дополнительные числа – ссылки на ячейки или диапазоны, для которых требуется вычислить среднее значение. Замечание. Если аргумент является ссылкой на диапазон или ячейку, содержащую текст или логическое значение, или ссылкой на пустую ячейку, то такие значения игнорируются. Однако ячейки, которые содержат нулевые значения, учитываются. Аргументы, являющиеся значениями ошибок или текстом, которые не могут быть преобразованы в числа, вызывают ошибки. Давайте рассмотрим пример. Вероятно, вы уже умеете пользоваться функцией автосума. Сейчас мы рассмотрим, как ее использовать для других результатов, например, средних значений. Для этого я нажимаю на ячейку под столбцом, на вкладке «Главное» нажимаю стрелку рядом с функцией автосума, выбираю средние, проверяю формулы и нажимаю клавишу «Ввод». Если нажать сбоку строки, к примеру, ячейку Е4 и применить эту функцию, она выводит средние значения строки. Дважды щелкнув внутри ячейки или нажав клавишу F2, можно увидеть, что эта формула с функцией «СРЗНАЧ». она вычисляет средние значения диапазона А4, А7. При вычислении среднего значения нескольких ячеек, функция «СРЗНАЧ» экономит ваше время, а при вычислении большого диапазона, без ее помощи просто не обойтись. Если применить команду функции автосума средние в ячейке C8, будет использоваться только ячейка C7, а не весь столбец, потому что ячейка C6 пустая. Если бы эта ячейка содержала число, то диапазон ячеек C4, C7 был бы смежным и функция автосумы смогла бы его распознать. Чтобы вычислить средние значения в несмежных ячейках и диапазонах ячеек, я ввожу знак равенства «СРЗНАЧ», открывающую круглую скобку и удерживая нажатой клавишу «Контрол», выбираю нужные диапазоны и ячейки, к примеру диапазон C4, D7, ячейки E7 и E5, а затем нажимаю клавишу «Ввод». В ячейке E8 будет выведен результат. С помощью функции «СРЗНАЧ» формула вычисляет средние значения ячеек с числами и пропускает пустые ячейки, а также те, которые содержат текст. Если требуется вычислить средние значения только для тех значений, которые удовлетворяют определенным критериям, используйте функции «СРЗНАЧЕСЛИ». Рассмотрим несколько примеров «СРЗНАЧЕСЛИ». К примеру, мне нужно найти среднее значение всех процентов от продаж меньше 250 000. Для этого я ввожу знак равенства «СРЗНАЧЕСЛИ», выбираю диапазон «В4», «В9», точку с запятой, знак меньше «250 000», заключаю кавычки, нажимаю клавишу «Ввод» и получаю результат от среднего значения, который равен 225 000. Этому условию удовлетворяю 4 из 6 значений. Теперь к примеру, мне нужно найти среднее значение всех процентов от продаж для стоимости автомобилей более 1,5 миллионов. Я ввожу знак равенства с разначь если, выбираю диапазон А4, А9, точку с запятой, больше 1,5 миллионов в кавычках, точку с запятой, диапазон B4, B9, нажимаю клавишу ввод и получаю результат 255 000. Этому условию удовлетворяю 4 значения и я получил их средние. Распространенные ошибки Ошибка знач Если функция ссылается на ячейки, содержащие ошибки знач, формула также вызовет данную ошибку. Ошибка имя Возникает, когда в формуле допущено ошибку. Проверьте формулу. Ошибка Дела Возникает, когда указан диапазон, который содержит только текст или пустые ячейки. Проверьте диапазон. Ещё когда количество значений удовлетворяющих условию равно нулю, функция СРЗНАЧЕСЛИ вернёт ошибку дела. Проверьте формулу. На этом всё, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software, если данное видео было полезным для вас. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok